Дело в том, что такие всем известные заболевания, как мигрень, как остеохондроз, сколиоз, кифоз, межпозвонковые грыжи, перекос таза, коксартроз тазобедренных суставов и такие нарушения кровоснабжения мозга, задержки речевого развития у детей. Вот на самом деле симптомов очень много и все это последствия от нарушений в системе управления, которые в нашей клинике выявляются и устраняются. Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Мы очень часто с вами говорим о новых технологиях в медицине. И сегодня мы находимся в клинике МОЗГ. Это центр управления здоровьем. Я обращаюсь к основателю метода ренервации, Бурлаковскому Илье Юрьевичу. Скажите, почему именно МОЗГ? Здравствуйте, дорогие зрители. Приветствую вас, Андрей Иванович. Дело в том, что МОЗГ является эпицентром нашего организма. Я утверждаю, это доказано нашим запатентованным уникальным методом 11 годами практики, что из-за нарушений в работе нашей системы управления в нашем организме возникает огромное количество недугов и заболеваний, с которыми современная медицина не очень хорошо справляется, не зная об их первоисточнике, о первопричине. Дело в том, что такие всем известные заболевания, как мигрень, как остеохондроз, сколиоз, кифоз, межпозвонковые грыжи, перекос таза, коксартроз тазобедренных суставов и такие нарушения кровоснабжения мозга, задержки речевого развития у детей. Вот на самом деле симптомов очень много. И все это последствия от нарушений в системе управления, которые в нашей клинике выявляются и устраняются. Дело в том, что у большинства людей есть множество искажений в системах организма, в различных системах. В частности, в первую очередь, конечно, мы тестируем костно-мышечную систему, опорно-двигательный аппарат, который тотально подчинен управлению со стороны мозга, со стороны определенных центров, которые раздают команды на мышцы. И перед нами просто прекрасная девушка Екатерина, которая первый раз на процедуре. И у нее, насколько мы знаем, есть ряд некоторых нарушений, искажений, неприятных и чувствительных. Периодические напряжения в шее, поясничные зажимы, по собственным ощущениям, как бы перекос в ногах, нарушенная осанка. Порой бывают нарушения, как бы, кровоснабжения мозга, вялость, нехватка энергии и головные боли. И дело в том, что вот подобная симптоматика присутствует у большинства людей, но с ней работают только локально, а причина не устраняется. Мы же находим первоисточник проблемы и с ним разбираемся, восстанавливаем правильное управление телом, которое самовосстанавливается. И подобные неприятные ощущения недуги постепенно сходят на нет и улучшается общее самочувствие. Позвольте, я вас протестирую, покажем, работает ли затылочный сустав. Это очень интересный момент, который мы сейчас проверим. Екатерина у нас до этого не была ни на диагностиках, ни на процедурах, поэтому это все впервые для нее по ощущениям. Мы ощупываем то, как расположен затылочный сустав относительно головы. Тестируем тонус парных мышц, которые должны получать команды от мозга и двигать, балансировать головой. Но у большинства людей, то ли ввиду эволюционных таких уже особенностей, то ли в результате детских травм, зажат этот механизм, и голова работает преимущественно за счет всего шейного отдела. А подзатылочная область заспазмирована и выполняет роль фиксации головы. Поверните, пожалуйста, вправо до конца головы, Екатерина. Мы тестируем амплитуду для начала, смотрим, куда направлен ваш нос. А налево до конца поверните. Налево меньше. Поворот чувствуете по ощущениям? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот тут чувствительно? А при ощущении, вот если сравнить здесь? Ну вот справа было. Справа ярче. И обратите внимание, какое здесь мощное, плотное такое образование. А здесь мышцы намного расслабленнее. Дело в том, что они неравномерно получают команды. Они зажаты, словно ремни безопасности автомобильные. И сейчас мы посмотрели, как двигается ваша голова, но оценим теперь движение только сустава, который в основании головы находится. Для этого я остановлю вашу шею. Она довольно мягкая, расслабленная, как кажется. И мы сейчас проверим, как двигается только голова. Вы постарайтесь не включать свою шею в работу, то есть не без усилий. Потихонечку вправо попробуйте повернуть. Все-все-все, дальше уже не стоит вырываться, то есть не создавая напряжение моим рукам. Медленно вправо, и вправо, и влево. И вот до первого сопротивления. Вот подвигайте туда-сюда, туда-сюда. Чувствуете, да? Такая напряженность. У большинства людей, по сути, двигаются только глаза. А функция затылочного сустава нарушена. То есть это некая дисфункция. Голова может и должна двигаться на подзатылочном механизме. Мозг должен сокращать эти мышцы и выполнять двигательную функцию. Но мышцы у большинства людей здесь зафиксированы. Что вынуждает нервную систему искажать баланс всего тела. Возникает перенапряжение в шее. Напряженность влечет за собой износ суставов. Зажатые артерии, вены. Что, собственно, влияет на качество жизни. На формирование мозга. На общее самочувствие. И искажается баланс всего опорно-двигательного аппарата. Потому что наша голова, она находится наверху. И если есть небольшой зажим, то система установочных рефлексов, она делает компенсации, что выглядит у людей как сколиоз, как искривление позвоночника, как ноги разной длины. И давайте мы сейчас проверим, есть ли подобные нарушения. Итак, давайте протестируем тонус поясничного отдела, симметрии, асимметрии. Проверим комплексом биомеханических тестов то, как управляются поясничный отдел и мышцы ног. И оценим их длину, есть ли там нарушения. Для этого мы положили нашу пациентку лежа на живот, лицом в отверстие, разместили прямо. Уже бросается в глаза небольшая натянутость по пяткам. Кажется, что ноги разной длины. Левая пятка выступает. При этом жалоба у Екатерины на то, что ей кажется, что правая нога длиннее. Дело в том, что когда у человека в лежа поясница перекошена влево, при горизонтальном положении идет большая нагрузка на правую ногу. И, как правило, та нога, которая короче, кажется, испытывает большую нагрузку. И именно в этих суставах правой ноги, в тазобедренном в частности, возникают артрозные процессы. Вплоть до замены тазобедренных суставов со временем по жизни на дистанции. Давайте согнем ноги в коленях. Екатерины, расслабьте полностью ноги. Скажите, пожалуйста, по ощущениям есть какой-нибудь дискомфорт сейчас? Нет, но я чувствую. Натянутость. Обратите внимание на это ощущение. Я вижу, что левая нога сгибается глубоко, правая чуть туже. Чувствуете разницу в тонусе передней поверхности бедра? Вот обратите внимание на это ощущение тоже. Несмотря на то, что вы занимаетесь йогой, есть небольшая асимметрия. И при натяжении, сейчас мы видим еще большую разницу, потому что мы там нагрузили поясничный отдел, и левая нога у нас выступает чуть более чем на сантиметр. Все, давайте сейчас проведем процедуру. Она абсолютно безболезненна, безопасна. Это будет очень незначительное микротоковое стимулирование подзатылочных нервных структур, после которых ваши мышцы начнут синхронно, правильно получать команды и изменится управление всеми мышцами организма, что не сможет не сказаться положительно и на кровообращении мозга, и на общем самочувствии. Сейчас буквально 5 минут. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Есть ли какое-нибудь ощущение? Нет, ничего не чувствую. Сейчас? Есть. Мы находим рабочий диапазон. Вам должно быть комфортно. Никаких болезненных ощущений здесь быть не должно. Если они будут возникать, вы мне, пожалуйста, дайте обратную связь. Хорошо, Екатерина? Да. Все, сейчас 5 минут, и потом мы опять протестируем работу вашего поясничного отдела. Сравним тонус в ногах. Вы встанете, подвигаете самостоятельно головой, так же, как поворачивали до этого, и мы увидим изменения в балансе, движения в амплитуде, ну и вы поделитесь своими собственными ощущениями. Также проведем стимулирование вибромассажем нервных структур вдоль позвоночника. Привлечем внимание управляющих нервных центров к мышцам. И после этого протестируем тонус, ощущения в ногах, амплитуду сгибания. Комфортно себя чувствуете? Угу. Хорошо. Давайте опять согнем ноги в коленках. Расслабьте. Как сейчас ощущения при сгибании, Екатерина? Легче. Свободнее, да, стало? Да. Ну, и мы со стороны наблюдаем, что амплитуда стала равномерной, то есть ноги стали сгибаться одинаково. Я думаю, что вы в своей практике йоги сейчас тоже будете наблюдать, как будет гармоничнее тянуться тело в разных направлениях. И что мы наблюдаем у большинства людей, что ноги сразу выравниваются. Чувствуете, как пятки сейчас, да? В другой позиции. Это влияет в том числе даже на плоскостопие у людей, на голеностопы, на коленные суставы. То есть сейчас у нас ноги совершенно одинаковой длины. Вот. Они и были одинаковой длины, но из-за поясничного зажима в левую сторону был перекос таза, и в горизонтальном положении, как я уже говорил, больше шла нагрузка на мышцы, на тазобедренный сустав, на колено, что часто приводит к серьезным заболеваниям, даже к заменам суставов, что очень печально. Как ваши первые ощущения? Все в порядке? Не кружится? Не тошнит? Все комфортно? Да, все комфортно, и по ощущениям ушли какие-то зажимы, действительно, теснится в шее. Да, да, да. Сейчас мы протестируем то, как начала двигаться ваша голова. Поверните, пожалуйста, вправо до конца голову. Еще, еще, смелее. Вот обратите внимание, какая сейчас стала амплитуда. И влево до конца поверните. Еще, еще, с небольшой протяжкой. Вот, и вправо. То есть, мозг должен включить мышцы в работу, а вы прям постарайтесь, да, немножечко с небольшим таким, да, усилием. Все, больше не надо. И еще разочек в эту сторону до конца. Комфортнее вам по ощущению? Ну, явно я стала в большом углу поворачивать. Давайте сделаем наклоны боковые ухо к плечу, так чуть-чуть приближаем. Это стимулирует работу этих мышц, включает их в работу. И теперь мы опять зажмем вам шею, а шея была расслабленная, а стала вообще очень мягкая, эластичная. Чувствуете, насколько тонус лучше стал? Зажимаем опять. Вправо поворачиваете, и влево поворачиваете. Туда, сюда подвигаете. Чувствуете, как я сильно давлю, но при этом она двигаться начала. Это правда. Дело в том, что у вас теперь появился механизм затылочного сустава, который у подавляющего большинства людей абсолютно не двигается из-за фиксации мозгом под затылочной группой мышц. Так вышло, возможно, эволюционно. И мы, активировав работу нервных структур, отвечающих за движение в этой области, восстановили правильную функцию краневертебрального перехода, и тем самым улучшили кровоснабжение, иннервацию, прохождение нервных импульсов, циркуляцию спинно-мозговой жидкости, что не может не сказаться на лучшем общем самочувствии, состоянии. А по зрению нет у вас сейчас каких-то эффектов? Есть. Я сидела здесь несколько минут в кабинете, у меня немножко так все расплывалось, потому что такие яркие цвета, и я вас видела не так четко, как сейчас вижу эту правду. Да. Дело в том, что улучшается кровообращение зрительной области, которая у нас в затылке находится. И расслабляется работа мышц глаз. Дело в том, что попробуйте поставить свои пальцы на затылочные мышцы, чуть ниже линии роста волос, и подвигайте вместе со мной глазами влево до конца, вправо до конца, и почувствуйте ощущение под пальцами. Чувствуете пальцы? Под пальцами есть движение в мышцах. Есть, 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 нашла, да. Чувствуете, да? При движении глаз сокращаются мышцы под пальцами. В организме все взаимосвязано. И у многих людей заболевания зрительной системы, астигматизм, близорукость, дальнозоркость, даже косоглазие, это последствия, это симптоматика зажима в шейном отделе. То есть нервная система вынуждена искажать работу и глазной, зрительной системы, что потом со временем влечет к тяжелым заболеваниям, нарушается питание глаз, спазм, зажатые нервы, ну и мы можем получать различные очень негативные последствия, как глукома, катаракта и прочие неприятные диагнозы. Вот теперь у вас правильно работает механизм основания вашего черепа, двигается она свободнее, легче. У вас по-любому увеличится рост на сантиметра два, потому что голова встает в лучшую позицию, раскрывается грудной отдел, ушел моментальный перекос таза, и вы по ощущениям это заметили, что другие, так теперь, чувства в области поясницы и ног. То есть, ваше тело моментально сразу иначе начинает получать команды, и это очень надолго. Я хотела спросить, больше всего меня беспокоило как раз напряжение в стопах, может ли это вернуться? Возможно, в стопах какое-то напряжение может появляться, вот нагрузки, вот какой-то неудобной обуви, но дело в том, что правильное управление телом у вас теперь навсегда. В нашей клинике мы проводим курс лечения, состоящий из трех сеансов в течение месяца, и это возвращает правильное управление всему организму. Органы встают на место, разжимаются мышцы, улучшается связь мозга с нашим всем внутренним миром, скажем так. И само по себе без травматизации это не заблокируется, это не вернется. То есть, тут принципиальное отличие как раз и есть вот в таких техниках массажа, остеопатия, кинезиотерапия. Мы не работаем с симптомами, мы вернули вам правильное управление телом, и это ваше навсегда. Но при том обстоятельстве, что у нас очень хрупкий этот механизм, при силовой нагрузке, падениях, возможно, вы будете рожать, это сильнейшие могут быть такой стресс и потуги для организма, нервная система может зафиксировать опять затылочный сустав. Если вы почувствуете напряженность, дисбаланс, сможете потом опять к нам прийти, мы сбросим вот эти накопившиеся ошибки и вновь вернем максимальную вашу свободу. Спасибо вам за доверие. Илья Иванович, мы только что видели диагностику и, собственно, процедуру того, что происходило с пациенткой. И все же скажите, а как мозг управляет здоровьем? Андрей Иванович, вашим зрителям легко будет это понять. Дело в том, что существует три вида лечения. Это вещество, фармакология, это энергии, это всевозможный свет, магнитотерапия и информационный уровень. Я не говорю о всяких шизотерических подходах, простите меня за такую фразу. Здесь в данном случае речь идет о воздействии на управляющий центр, на распределение команд во всем организме. Вы сейчас видели саму процедуру, и это как раз информационное воздействие. С помощью микротоков мы стимулируем управляющие структуры центральной нервной системы, которые имеют свои нарушения и накопленные ошибки. Устраняя их, мы возвращаем телу правильное балансирование, иннервацию, то есть связь между мозгом и телом с его различными структурами, с костно-мышечным аппаратом, с опорно-двигательной системой так называемой, она моментально улучшается. Что, собственно, и влияет на то, что сразу поясница становится ровно, ноги моментально становятся одной длины, уходят всевозможные напряжения в шеи, хотя никакого воздействия на шейные мышцы, тем более кости, мы никак не совершаем. Это очень деликатное воздействие именно на центральную нервную систему. Гигантское количество недугов, такие как мигрень, остеохондроз, мощные напряжения и боли в мышцах, асимметрии в мышцах, сколиоз, перекос таза, межпозвонковые грыжи, протрузии, плоскостопия даже, тазобедренные суставы страдают, коксартроз возникает у людей, органы перекашиваются, зрительная система искажается. Это все симптоматика, которая образуется из-за неправильного управления телом со стороны нервной системы. И наша методика выявляет эти проблемы, как я уже говорил, на причинном уровне, устраняет их, и тело начинает правильно работать. Следующий вопрос возникает сам собой. А какие первые изменения произойдут со здоровьем человека, и когда это закончится действие? Через мои личные руки и через руки наших специалистов, работающих в нашей клинике, прошел уже далеко не один десяток тысяч пациентов. И мы видим, что сразу меняется баланс тела, улучшается свобода движения головы, увеличивается амплитуда, легкость появляется в мышцах, в ощущениях у человека. Это происходит гарантированно и сразу у подавляющего большинства людей. Мы активируем работу мышц, которые выполняют функцию зажима и удерживают голову прочно на позвоночнике, и мы возвращаем туда свободу, что моментально видно, как увеличение свободы движения головы. Но за этим следует изменение управления всей системой мышц и костей в организме человека, что тоже мы наблюдаем, как выравниваются ноги, они становятся моментально одной длины. Улучшается самочувствие от того, что нормализуется кровообращение мозга, улучшается приток, отток крови. Многие люди испытывают такие эффекты, как ясность, эйфория. Процесс, который мы только запускаем, ставим организм, можно сказать, на правильные рельсы. Поэтому процессы будут очень индивидуальны, так же, как индивидуальный накопленный багаж всевозможных симптомов и недугов. На вашем сайте я вижу очень много знаменитых людей. Это и Овечкин, и Фетисов, пилотажная группа, костя-дзю. Все они практически пользуются нашей медициной. Но если возьмем Овечкина, это же НХЛ, это совсем другой уровень. И вдруг наша медицина. По сути, на сегодняшний день, Андрей Иванович, наша медицина и западная, она вся находится в рамках протоколов ВОЗ, как известно. И во многом она стандартизирована и там, и здесь. Мы сейчас в этом плане превосходим. Я считаю, во многих направлениях идут прорывы в отечественной медицине. И возможно, что благодаря всем вот этим сейчас глобальным процессам, которые идут, мы перепрыгнем и переплюнем все эти западные аналоги. Что касаемо Овечкина и НХЛ, да, действительно, там такой методики, как наша, не существует. Ее вообще нигде в мире нет, потому что это уникальное изобретение, открытие самой проблемы нейрофизиологическом уровне. И, собственно, сама наша методика, она отсутствует где бы то ни было. Будь то Азия, Запад, Восток, Юг, такого аналога просто нет. Но, что касаемо западной медицины, так давайте взглянем на Рокфеллера, на Борю Джонсона, на Карла Третьего, на всех на них. Они же, посмотрите, они все кривые, они все перекошенные. Да будь у тебя сколько угодно денег, ты можешь там 7 сердец себе, как они пересадить, ты все равно, как Борис Джонсон, кривой, зажатый, весь перекошенный, сколиозник с горбом на спине. У них нету этой технологии. Слава Богу, пожалуй, сейчас мы будем это все здесь внедрять, и пускай наши, так сказать, сограждане приобщаются к здоровому состоянию, лучшему самочувствию. Я слышал, да и все, конечно, слышали, что запас прочности у человека это не меньше 100 лет. Но часто бывает, что и до 60 не доживают. И говорят, что проблемы начинаются не просто у возрастных людей, а еще и совсем у младенцев. По факту, действительно, организм имеет колоссальный ресурс и запас прочности, что мы часто видим, когда люди, кстати, способны делать такие вещи, поднимать такие тяжести, и в невероятных условиях выживать, и переваривать все и вся. Но тут несколько факторов, которые влияют, как я считаю, на вот этот малый срок жизни человека, и формирование различных заболеваний, как вы уже сказали, с самого детского возраста. Если рассмотреть систему родовспоможения, то уже там возникает ряд проблем у новорожденных детей, потому что она несколько противоестественная, эта система. Женщина просто банально не должна рожать, лежа на спине. Гравитация должна помогать, женщина собственными движениями должна способствовать прохождению плода через родовые пути. Никто не должен спешить. У нас конвейер во многом сейчас, и порой, да, систему родовспоможения, я ее не хаю, не критикую, но в ней есть что улучшать. Она гарантирует выживаемость матери и ребенка. Это факт, это 100%. Но если бы там внедрить определенные более естественные принципы и подходы, то мы бы могли получить меньшую травматизацию ребенка, потому что именно там во время серьезного давления, когда плод проходит через родовые пути, а там давление маминой матки по разным оценкам доходит до трех тонн. То есть это такой домкрат, который давит таким капитальным давлением на слабый шейный отдел, при этом очень большая голова. Так эволюционно получилось, что у нас череп огромен, а шея очень слаба. Особенно при родах, там слабые хрящи, слабые связки, слабые мышцы. И как раз вот эта нервная система так адаптировалась эволюционно, что она зажимает этот шейный отдел сразу при родах практически. И дети, младенцы в большинстве своем не держат голову сразу, хотя это может происходить. Мой новорожденный сын в первые сутки держал голову до 20 секунд при выкладывании на живот. Это способность организма человека. Но если там происходит эта блокировка, это искажает питание мозга, иннервацию всех мышц в теле ребенка, что сказывается на более длительном, ну так сказать, кривом развитии. И с самого детства дети часто испытывают различные недуги, связанные с нарушением кровообращения головы. Это задержки речевого развития, задержки психического развития, это сколиозы, это головные боли, это кровотечение из носа, это нарушение зрения, косоглазие даже. Это все симптомы как раз вот этих вот компенсаций в теле со стороны нервной системы, которая это и организует. Есть фактор того, что мы эволюционно, скажем так, формировались довольно давно, и современный образ жизни нашей, он подразумевать должен, ну, больше нашу физическую активность, лучшее наше питание. А что мы имеем сейчас? Какое качество, так сказать, молекулярных веществ мы получаем из стандартных супермаркетных продуктов? Мы мало пьем воды, мы смотрим много в смартфон, в телевизор, мы много сидим. Это все усугубляющие факторы, когда та или иная проблема, заболевание, манифестировало, проявило себя, и только тогда давай идем с ней разбираться. Но, действительно, тело человека способно на то, чтобы находиться в некой бионорме, в правильном балансе, в равновесии, в хорошем кровообращении мозга. Но на уровне телесных процессов, да, вот благодаря нашей методике, мы нашим согражданам даем вот эту правильную бионорму. Но существует много стандартных и традиционных методов лечения опорно-двигательного аппарата. Вот я вам сейчас их перечислю. Это мануальная практика, остеопатия, массажи, ЛФК, йога. Что вы на это скажете? Андрей Иванович, я здесь никого критиковать не буду. Эти методы, действительно, применяют, они работают, но на симптоматичном уровне. То есть, это работа локальная, а не на причинном уровне воздействия. Понимаете? То есть, да, может в общей системе реабилитации человеку это помочь, но потом, как правило, вся эта проблематика возвращается, вновь нервная система делает эти подпорки, напряжение, и люди испытывают опять свои недомогания, боли, зажимы и прочие разные проблемы. Поэтому это все работа с последствиями, а мы воздействуем на причину. А кому показаны ленервации? Есть ли какие-то ограничения, например, по возрасту? Процедура показана всем. Это планетарная, массовая проблема. Из 10 тысяч человек я встретил полтора, у которых все правильно работало. Каким-то случайным генетическим лотерейным способом им досталось такое здоровье. То есть, это есть у всех. От мала до велика. Чем раньше вы проходите процедуру, тем лучше для вашей жизни, для вашего здоровья. Но никогда не поздно. У нас есть три основных направления. Это индивидуальная работа, когда люди сами к нам приходят. Это семейный подход, когда вся семья с родственниками, с близкими приходит к нам на комплексную диагностику, и у нас для них есть специальные предложения. Также мы работаем с корпоративными клиентами, то есть такая работа B2B с организациями. Все безопасно, эффективно, максимально гарантировано, надежно, и вы сами видите результаты, которые происходят моментально после наших процедур. Мы только что видели, как проходит сама процедура. Но скажите, сколько нужно сеансов и какая стоимость лечения? Базовый курс лечения у нас состоит из трех сеансов в течение месяца. Но на самом деле уже первого сеанса хватает на то, чтобы на 90% убрать все вот эти вот нарушения, связанные с зажимами, перекосами. И это с людьми сохраняется, по сути, навсегда и не возвращается без травматизации. То есть человек проходит три сеанса. Первый через две недели, еще через две недели. Мы раскрываем максимальную всю свободу, помогаем восстановительным процессом всем, даем им индивидуальные советы. То есть все мы очень сильно индивидуальны. И потом люди, если у них вдруг какие-то случаются перипетии, напряжение, зажимы, они показывают к нам на дополнительное ТО, скажем так. Но вообще, только уже первый сам сеанс, который входит в курс лечения, он дает на всю жизнь гигантские положительные эффекты. Что касаемо стоимости, так как эффекты не сравнимы с тем, что делают другие подходы, так и стоимость на самом деле несравнима. Потому что, смотрите, вот вылечить межпозвонковую грыжу, которая вновь появится, если не устранить причину, стоит в Москве порядка 200 тысяч рублей. У меня было 5 грыж в свое время, понимаете? И это все бесконечно. Можно лечить и тратить на это миллионы и миллионы и миллионы. А наш курс лечения, который устраняет на причинном уровне все эти заживы, я сейчас со своими грыжами живу, прекрасно вообще нигде ничего не болит, у нас гигантское количество, больше 16 тысяч отзывов в наших социальных сетях уже накоплено. Наш курс лечения сравним со стоимостью с курсом обычного медицинского массажа в московских клиниках. Поэтому тут, как говорится, на вкус и цвет я рекомендую быть в телесной бионорме, а не заниматься симптомами. Цена, на мой взгляд, очень даже доступна для подавляющего большинства наших сограждан. Дорогие зрители, это уникальная технология, которой нигде на планете нету. Она абсолютно безопасна, сертифицирована, запатентована. Вы получаете результаты, которых не получите ни от какого другого метода курса лечения на этой планете, на самом деле. Поэтому я приглашаю вас в нашу клинику записаться на бесплатную диагностику, во время которой специалисты поймут, есть у вас это нарушение, нет у вас этого нарушения. Но если те проблемы, те симптомы, о которых мы сегодня говорили, у вас присутствуют, значит, наверняка у вас и есть и эти нарушения, с которыми мы очень эффективно справляемся. Поэтому оставляйте, пожалуйста, заявку, записывайтесь к нам на диагностику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!